Зилга моя трудяга сорт прибалтийской селекции не сильно я даже тут осветляла грозди поэтому за яркими листьями даже плоховато видны гроздочки вот это вот все я просто хочу показать вам в масштабе вот это все зилга здесь нагрузка ну больше 80 под 90 побегов конечно старый мощный куст хороший нагрузку несет тоже хорошую вот специально переместилась на другую сторону видите сколько здесь всего значит четыре грозди на побег замечательно несет нагрузку средняя масса грозди где-то 300 400 грамм вот это второй ее кустик здесь нагрузки чуть поменьше и гроздочки такие вот более более плотненькие а там более рыхлые может как-то опылилась не очень может из-за нагрузки в любом случае урожай на здесь зашкаливает сорт универсального назначения можно есть в свежем виде вкус сладкий с легким очень легким изобильным тоном также можно делать соки и вина нет такой избыточной кислоты как мы привыкли и ощущать в альфе и забыли в норме она всегда созревает в самом начале сентября и уровень сахара в этот момент порядка 20 брикс в этом году несколько запаздывает но тут буквально за последние дни сейчас у нас 15 сентября и буквально за последние дни стал сахар натягивать вот 18 19 принципе до 20 может довисеть замечательно созревает глаза уже вызрела на всю длину лист видите тоже уже приобрел осеннюю краску то есть кустик уже начинает вовсю готовится к зиме устойчивость к заболеваниям хорошая но разумеется при стандартных профилактических обработках низковатый сахар в этом году связан с тем что сахар размылся дождями но в моих условиях от дождей она не треща все ягодки целенькие все гроздочки целенькие вино из зилги я правда юмиша с русским ранним получается хорошее полнотелое вино с достаточным уровнем танинов со вкусом черные рябины и ирги также прослеживаются еще вкусы черных ягод и может быть легкий запыльный тон но он настолько легкий что те как бы кто не сильно в нем разбираются не сильно его ощущали то не особо и поймут что это он и так здесь у нас зилга но в этом году немножечко она по весне подмерзла и в этом году не такой урожай в прошлом году мы сняли с нее 30 килограмм с куста такая вот плотненькая груз дачка тоже смотрите есть такие груз дачки есть и вот такие груз дачки при этом она способна выдавать до 4 гроздей на побеге то есть урожайность не очень очень хорош что же полностью готова смотрите вот пошел и гребень темнеть сахара уже очень много и еще для особенно для винных сортов понятно что столовые сорта попробовали на вкусное мы едим для винных сортов желательно чем лучше они вызрели и как проверить просто смотрите косточку если косточка коричневая значит виноград полностью готов принципе на кустах хорошо висит ну сейчас все полностью готовы уже будем снимать ставить вино хорошо висит тоже может заизюмливаться единственное что если очень влажный год за счет того что вот гроздь плотная где-то может быть немножко загнивания поэтому если в период созревания винограда важно то вот за этим следует понаблюдать а так что по болезням что по всему остальному к этому кусту вообще никаких вопросов никогда не возникало он только радует всегда своими урожаями и приятный вкусно ароматной ягодой цвет достаточно интенсивный предыдущие годы у меня иногда получалось что вот это вот вся смесь в это время она становилась более красной шли процессы окисления ну в этом году получился цвет такой более интенсивный напомню здесь я уже использовала дрожжевую закваску свою с диких дрожжей итак погружаем сканер и ждем результатов напомню это вино побывало в бочке кислотность 52 тонины обратите внимание 60 при том бочка у меня не новая бочка это было наверное ее 6 или 7 заливка при этом бочка маленькая и тельность 42 ну развитие понятно что здесь больше бочка у нас дает медленное окисление поэтому все абсолютно закономерно тем не менее все равно треугольник такой довольно еще гармоничный а что касается вкуса и аромата вот по запаху это вино конечно ярче чем симоне и в нем угадывается легкая нотка может быть даже изобельная ну кто сделку пробовал в сыром виде поймут о чем я говорю но в отличие это забыла этот аромат более тонкий более мягкий и не такой навязчивый но тем не менее приятный и узнаваемый и тона черной рябины здесь тоже присутствуют в том числе и в запахе что касается вкуса вино терпкое вот присутствуют нотки черной рябины присутствуют хорошие танины и если говорить о вкусе то тоже легкая вот это вот там нотка она во вкусе есть но она очень легкая есть хорошая терпкость и эту терпкость дает абсолютно не дуб напомню это там 6 или 7 заливка в бочку там уже из этой бочки в общем-то все вымылось все что было никаких больше щепы ничего в этом году я в это видно не добавляла тем не менее они нас здесь более чем достаточно терпкость есть легкие нотки присутствуют и черные рябины может быть черной смородины вот что-то вот такой вот легкая несмотря на то что по параметрам у нас вроде бы такая и не очень маленькая кислотность тем не менее она не чувствуется вино очень мягкая при том что я всегда делаю вина только в сухом варианте по крайней мере сейчас никаких разбавлений водой ничего я не делаю ну этого более чем достаточно чтобы вино получилось именно вкусным и гармоничным при этом если эти вино употреблять чем-то солененьким солененькое мяско соленоватый сыр что-то вот такое вино становится по ощущениям прямо сладеньким таким и очень очень вкусным воспринимается она тогда как полусухое то есть приобретает вот прям такую сладость поэтому вот эти вина очень классно именно под какое-то вот такое гастрономическое сопровождение с легкой солоноватостью